Искусственно подобранный сустав может стать родным и избавить от длительных мучений. Если он правильно подобран, операцию провёл высококлассный хирург с многолетним опытом работы, а курс реабилитации пациента начался буквально через 2-3 дня после операции. Поэтому в передовых клиниках применяется комплексный подход, начиная с обследования через оперативное лечение, заканчивая восстановлением, реабилитацией и возвращением к труду и свободе движений. Для каждого пациента индивидуально команда профессионалов разрабатывает свою стратегию лечения. Эндопротезирование коленного сустава делается при самых разных патологиях. При воспалительных, при дегенеративных заболеваниях, при последствиях травм. И пациенты к этой операции идут обычно много-много лет. Они лечатся примочками, припарками, таблетками, мазями, делают уколы в колено. Но наступает момент, когда хрящ разрушен, и помочь может только замена сустава на искусственный. А операция эта, с одной стороны, сложная, с другой стороны, она на сегодняшний день банальна и рутинна. Главная цель эндопротезирования – снять болевой синдром, купировать который уже не могут консервативные методы лечения – ни лекарства, ни физиотерапия. К тому же прием нестероидных противовоспалительных препаратов чреват развитием серьезных осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта. Астероидные препараты, которые часто используются для лечения ревматологических болезней, при длительном приеме могут вызвать разрушение костной ткани и лишь ухудшить ситуацию. Перед тем, как решиться на операцию, необходимо сделать рентгеновские снимки, по которым врач сможет оценить степень разрушения сустава. Импортные эндопротезы, которые максимально повторяют естественную архитектуру сустава, также подбираются строго индивидуально. Операционный блок соответствует самым современным стандартам. Мы делаем эти операции почти каждый день. Многие пациенты избыточно бывают пугаются такой операции, но поверьте, когда они измучены годами, делают эти боли, они не могут ходить. И, сделав операцию, могут встать и в тот же день после операции начать двигаться, начать ходить по палате, они просто благодарны. Операция по эндопротезированию закончилась лишь два часа назад, но пациент уже сидит. Еще через пару часов он сделает первые шаги по палате, завтра выйдет на прогулку в коридор, затем сам преодолеет лестничный пролет. Это будут первые шаги в новую жизнь, жизнь без боли. И таких благодарных пациентов тысячи. Они ходят на постелях, они испытывают боли, им ставят обезболивающие, они занимаются гимнастикой. Это длительный путь. Но, тем не менее, чем быстрее мы пациента поднимаем, тем и лучше результат. И у пациента самое главное настроение, у него проходят все страхи. И реабилитация движется туда, куда нужно. Чтобы ускорить процесс реабилитации и восстановления, пациенты разрабатывают сустав на таких специальных тренажерах. Сгибание и разгибание коленного сустава происходит под контролем врача и значительно ускоряет выздоровление. Но нужно быть готовым к тому, что реабилитационный период займет не менее двух месяцев. Это время сугубо индивидуально, зависит от возраста, веса и общего состояния пациента. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова